Я думаю, что в 1949 году у нас не просто бомба появилась, появление бомбы у нас означало, что та часть мировой верхушки, которая не хочет позволить разрушение Советского Союза на данном этапе, она это зафиксировала. А другая часть это поняла, и мы сразу что получили в 1949 году? Мы получили НАТО, мы получили операцию «Сплит» по Восточной Европе, мы получили Берлинский кризис. То есть обе стороны тут же сцепились, как бы зафиксировали, все, уничтожить нельзя, и будем теперь бороться конвенционально. Но самое главное, это вот этот факт бомбы. Кстати, мало кто знает, мне об этом рассказал человек, который в этом участвовал, а может кто-то знает. Кто знает, на какое число было запланировано первое, сначала, потом перенесли испытание нашей водородной бомбы 5 марта 1953 года. Совершенно верно. И, значит, у меня нет прямых доказательств, но у меня ощущение, что до середины 60-х годов в мировой верхушке не было согласия, кого опустить, Соединенные Штаты или СССР, и на кого сделать ставку. Но я думаю, что Советский Союз решено было рушить именно потому, что Советский Союз так рванул вперед, что нужно было делать ставку на США, потому что уход Советского Союза мог взорвать всю систему. Поэтому в середине 60-х годов угробили ОГАЗ, угробили Филимоненко, угробили все начинания Челомея, и началось то, что называется конвергенция, а потом это закончилось уничтожением Советского Союза, а в перспективе должно закончиться уничтожением Соединенных Штатов Америки с помощью сумасшедшей климактерички, постклимактерички гражданки Клинтон. Вот мой ответ на ваш вопрос. Все.